Кареговская, Харповская, Красновская. За всю свою историю школа в поселке Красном имела разные названия, учебные здания и педагогический состав. В этом году школа отмечает большой юбилей. В день 70-летия поздравить педагогов и учеников школы приехали высокие гости и ее выпускники. А танцы-то-то скольки интересны будут? Я думаю, что Анатолий Филиппович разрешит до 10 лет. Там музыку нам ребята готовят, да, Витки Таратин, Морозов. Когда-то почти в этом составе нынешние учителя школы поселка Красное, будучи еще молодыми, мечтали о взрослой жизни, о том, как вырастут и осуществят все свои мечты. Учитель ИЗО Жанна Минкина с удовольствием вспоминает школьные годы. Окончив в 85-м году 10 классов, поступила в Наринмарское педучилище. Практику проходила в родной школе, туда же вернулась преподавать. Для нее 70-летний юбилей родного учебного заведения как личный праздник. Что мы выложили в этой сценке, может быть, мы как раз взяли из жизни. Что-то, может, то и было, в принципе-то. И дискотеки у нас прекрасно проходили, и как-то мы так все дружно жили. Ну, хорошо проходило. Проходила школьная жизнь, здорово. Каждая школа славится своими учителями. Они – лицо школы. Ольга Каменева приехала на юбилей поздравить свою первую и любимую учительницу – Марию Семеновну Лукину. Ольга Федоровна также выпускница этой школы. Здесь она проходила студенческую практику, начинала педагогическую работу. Я несколько попланирую с ней. АПЛОДИСМЕНТЫ Слова благодарности и признательности в этот день звучали в адрес всех учителей. 32 педагога молодых и опытных с 45-летним стажем обучают почти две сотни ребят с 1 по 11 класс. Их приехали поздравить окружная и районная администрации. Я могу сказать одно. Пока есть такие учителя, пока есть такие таланты жить в школе, не только Красновской, но и Российской школе в целом. Молодцы! Я надеюсь, что внешняя оболочка в виде нового здания, она скоро-скоро-скоро появится. К сожалению, не успели к юбилею. Но давайте я предлагаю сделать так. Просто юбилей чуть-чуть продлится до момента сдачи школы. Наверное, так будет лучше, да? С новым зданием у учеников появится больше возможностей проявить себя в стенах школы. Сегодня на выбор ребят различные кружки и секции. Например, все мальчики с удовольствием посещают военно-патриотический клуб «Поиск». Подтягиваемся, пресс, отжимаемся, пули вставляем в магазин, разбираем автомат на время, собираем, разбираем. Новую школу учителя и ребята ждут уже более 15 лет. Сегодня ее возводят на месте старого корпуса. И не важно, что открытие трехэтажного современного здания не подоспело к юбилею. Главное, чтобы она была достроена и стала новым домом знаний. Валентина Чибичик, Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север».